Иркутск Которые проводят неизвестные для них магазины Как защитить свои права Знает Галина Тернева Ангелина Саламатова против рекламы Как таковой не возражает Ведь благодаря смс-рассылке Девушка узнает о скидках и акциях Любимых магазинов Ангелина часто оставляет свой номер телефона Заполняя анкета на получение дисконтных карт Правда, в последнее время Ей стали приходить рекламные рассылки Компании, о которых девушка даже не слышала Обилие сообщений от неизвестных адресатов Обеспокоило Иркутянку Есть такие, которые мною желанны На которые я специально подписываюсь Это хорошие магазины, которые я люблю Которые мне интересны Но есть и такие, может быть, действительно попадают Мои телефоны из добросовестных магазинов К недобросовестным Есть и такие, которые начинают просто Доставать свои рекламы Но откровенно говоря Которая приходит в 7 утра Когда я еще сплю Которая может прийти ночью Предлагают все тоже Низкие цены на качественные товары Ангелина говорит, что однажды стала жертвой Такой рекламы Прочитав СМС, приобрела косметику Которая хоть и стоила недешево Но качество оказалось плохого Именно после этого Иркутянка Решила написать заявление В федеральную антимонопольную службу Александр Кулиш, заместитель руководителя управления Говорит, чтобы недобросовестные распространители рекламы Были наказаны Необходимо собрать доказательную базу Мы все равно должны проверить данные, доводы Оптимально, чтобы заявители Если они к нам обращаются Они представили доказательства Что они получили такого рода рекламу незаконную С СМС рассылкой Это даже может быть в том числе фотография С телефона сделанная С начала года специалистов ФАС Зарегистрировали шесть подобных случаев Все фирмы, которые указали заявители В их числе и крупная федеральная сеть торгующей одеждой И несколько заведений общепита Понесли наказание Штрафы для юридических лиц От 100 до 500 тысяч рублей Для индивидуальных предпринимателей От 4 до 20 тысяч Деньги пойдут в федеральные и областные бюджеты А пострадавшие от надоедливых СМС Могут попробовать возместить моральный ущерб через суд Галина Тернева, Александр Мокин Новости сейчас 130 дворов Иркутска отремонтируют до 1 ноября Работа начнется со дня на день Особенности этого года Ремонтники придут одновременно на все объекты Этого удалось добиться за счет увеличения количества подрядных организаций В этом году из муниципального бюджета На замену асфальтного покрытия И установку новых бордюров Во внутриквартальных проездах Выделено 250 миллионов рублей Яна Романова продолжит тему Работа с браком принята не будет Так сурово заявляют председатель Думы Иркутска И глава комитета по ЖКХ Полагаясь на опыт предыдущих лет Хорошо помнят В прошлом ремонтном сезоне В октябрьском округе подрядчик при Ремонте Допустил серьезное нарушение Всю работу пришлось переделывать за свой счет 4 миллиона рублей Чтобы впредь такого не повторилось Приняты меры, уверяет Александр Николаев В частности, за счет увеличения количества подрядных организаций Их будет 30 Удастся одновременно начать работу по всем 130 дворам И тем самым усилить контроль за выполнением работ Выводится большое количество субподрядных организаций Которые будут Все силы, которые есть в городе Привлечены и будут брошены на то, чтобы То есть дворы будут делать непоследовательно Когда делают один двор, потом второй, потом третий, потом четвертый Как, к примеру, было в прошлом году А в этом году во всех дворах работа начнется одновременно То есть есть четкий график И я думаю, за счет этого мы сможем все вовремя сдать без нарушений Еще одна из особенностей ремонта в этом году Теперь на каждый из 130 дворов разработан свой индивидуальный проект Это, к примеру, выручит специалистов администрации В случае невыполнения подрядчикам своих обязательств Единственное, что сейчас вызывает опасения Достаточно позднее время начала ремонта Хотелось бы отметить, что в бюджете средства были предусмотрены уже с самого начала года Адреса, которые необходимы подвергнуть ремонту Тоже были представлены депутатами и согласованы с округами Но помимо субъективных моментов, которые, конечно же, присутствуют Ну и были те объективные моменты, связанные с изготовлением проектов на каждый двор Программа «Хорошая дорога к каждому дому» и инициатива депутатов Думы Иркутска Благодаря ей в прошлом году удалось привести в порядок 156 внутриквартальных проездов В этом году запланировано привести в порядок 130 дворов На это из муниципального бюджета выделено 250 миллионов рублей Большая часть ремонтов коснется Свердловского округа На следующий год депутаты Думы намерены продолжить работу Работы по ремонту внутриквартальных проездов обещают завершить до 1 ноября Установят новые бордюры, заменят асфальтное покрытие Тем временем всех жителей призывают к бдительности Если у вас есть нарекания к подрядным организациям, не оставайтесь в стороне Снимайте все на сотовый телефон, на фотоаппараты И обращайтесь с этим к депутатам по своему району Либо на телефон горячей линии Яна Романова, Александр Мокин, новости сейчас И на этом моя часть выпуска завершена Продолжат новости Бурятии, о которых расскажут корреспонденты телекомпании ТВКОМ Всего вам самого доброго, до скорой встречи в середине земли Жители Читы приветствуют солнечное Бурятие О новостях республики расскажут корреспонденты телекомпании ТВКОМ В студии Анастасия Лисова Помогите детям собраться в школу Благотворительный марафон в Улан-Удэ продолжается Подарить необходимые при подготовке к учебному году вещи может каждый желающий На призыв администрации Улан-Удэ уже откликнулись десятки горожан Репортаж Зои Цеднишеевой У семьи Бараковских пятеро детей Четверо из них ходят в школу Покупка канцелярских товаров обходится в копеечку, говорит мама Сегодня детям вручили школьные принадлежности в подарок Это тетради, ручки летят весь год Старшие классы Это, конечно, помощь в любом случае Хорошая Дети учатся хорошо Каждую четверть получают похвальные грамоты Друг друга поддерживают в учебе Детям помогаем Там пример всякий решать То, что не понимают, объясняем иногда В советском районе Улан-Удэ семей, которые нуждаются в помощи, около 180 Специально для школьников каждый год в городе проходит благотворительная акция Администрация советского района проводит благотворительную акцию В рамках празднования Дня знания Помогите детям собраться в школу В этом году охват по плану запланировано охватить 700-750 детей По советскому району оказавшиеся в трудной жизненной ситуации На сегодняшнее число у нас уже охвачено этой акцией 640 детей Откликнулись сотни горожан В том числе депутаты городского совета, волонтеры и даже детский сад В стороне не остались и предприниматели Магазины детской одежды и концтоваров, а также банки Мы приобрели канцелярию, картон, краски, карандаши, тетради, дневники Собрали вещи школьные, формы, рубашки, пеналы, линейки, обувь, расписание, книги Ко дню знаний организаторы планируют сшить школьные костюмы детям за счет спонсоров Совместная акция продолжится и в сентябре, поэтому каждый желающий еще может внести свою лепту Помощь принимается в любом виде Канцелярские товары, одежда, обувь А также можно оказать адресную материальную поддержку Малообеспеченным, многодетным и неполным семьям, в которых есть дети школьного возраста Зоя Ценишеева, Александр Иванчиков, Сергей Петров, Новости дня На этом у меня все, всего доброго, Александра, вам слово Телекомпания АЭС Монголия приветствует жителей с Байкальского края И прямо сейчас о самых заметных новостях улан-батора расскажут корреспонденты программы НЭЦАКТ и я, Мирослава Барху Каждая страна должна гордиться своим брендом На протяжении многих лет и даже столетий Монголия славится изделиями из верблюжьей шерсти И всякий турист стремится привести из степной страны не только яркие впечатления, но и подарки, сделанные из верблюжки В народе про нее говорят, она сможет согреть даже тех, кого кровь не греет Однако, приобретая хорошо разрекламированный бренд, многие покупатели, сами того не подозревая, везут на родину поделку Не секрет, что настоящая верблюжка, выпущенная известным производителем, стоит немало Ее высокая цена и служит главной причиной того, что многие покупатели оригиналу предпочитают дешевую копию Выбор этот делается вполне осознанно, вот только приносит ли это пользу Монголии? Наша компания занимается поставками кашемира и верблюжьей шерсти в Россию Последнее время новые клиенты не хотят слышать ничего об изделиях из верблюжьей шерсти Объясняют они это тем, что столкнулись в разных магазинах на рынках с изделиями И они им кажутся очень жесткими и грубыми Дело в том, что то, с чем столкнулись наши новые клиенты, это изделие не из верблюжьей шерсти, а фальсификат По словам Александра, это довольно серьезная проблема И решать ее должны не только заказчики из России, но и монгольские производители Хотя бы для того, чтобы не потерять клиента Сегодня монгольская верблюжка востребована Ей интересуются покупатели всего мира Но часть из них, к сожалению, получают на руки подделку Чаще всего за верблюжку выдают обработанную особым способом овечью шерсть, которая в несколько раз дешевле Наше предприятие производит изделия из шерсти и пуха На ярлыке товара, который выходит под нашим брендом, полная информация о составе изделия Но мы работаем и с разовыми заказчиками Получаем от них сырье Очень часто в его составе большинство грубых нитей Насколько они сообщают о пропорциях овечьей и верблюжьей шерсти, никто сказать не может И все же национальный монгольский товар подкупает многих Особенно шерстяные изделия Их точно берут и себе, и на подарки Очень тоже нравится Подарок для своих родных Но, как мне кажется, вроде бы Отличаю от настоящего, от ненастоящего Но ненастоящих особо я так, может быть, не видел На самом деле, не каждый потребитель может определить подлинность изделия Зачастую это под силу только профессионалам Одна из столичных лабораторий Улан-Батора как раз и занимается подобными исследованиями Работая на сертифицированном оборудовании, ее специалисты производят комплексную экспертизу вязаных и тканых изделий В последнее время часто возникают сомнения в качестве шерстяных и пуховых изделий Даже люди в частном порядке приходят и просят проверить, действительно ли их носки или перчатки из шерсти или пуха При проведении экспертизы мы пользуемся международной методикой и анализом Наши исследования показывают, из какой шерсти сделаны изделия Есть ли в нем искусственные примеси В отношении изделий крупных производителей Высока вероятность того, что они работают действительно с верблюжьей шерстью Сомнения вызывает чаще всего продукция мелких товаропроизводителей Они используют импортированный из Китая шерсть и пух с примесями Самый простой совет потребителю определить покупаемое изделие на ощупь Овечьей шерсть, как правило, грубее Верблюжье более шелковистое и мягкое Российские партнеры и монгольские производители надеются, что настоящее изделие и традиционный национальный бренд степной страны Все же не потеряется в потоке фальсификата И весь мир будет покупать настоящую монгольскую верблюжку, легкую и теплую Мирослава Барху от Ганбат, АЭС Монголия Куклы, нить, связывающая с детством Самые теплые воспоминания, самые яркие впечатления В выставочном павильоне Союза монгольских ремесленников открылась выставка Которая каждого вернет самое счастливое время жизни Среди экспонатов куклы от миниатюрных дюймовочек до почти ростовых Но главное в экспозиции не размер, а удивительные наряды Искусно сшитые, а не до малейших деталей копируют современные исторические костюмы Автор всех кукол, художник и скульптор Дашхарол Выпускница художественной школы по классу кукольное дело Дашхарол более 35 лет делает миниатюрных красавиц и батеров Из подруг мастера вышли более 70 тысяч кукол Изготовленных в традиционной монгольской манере Приверженец классической школы, с годами художница поменял только технику Теперь ее красотки не деревянные, а из папье-маше Изготовление куклы начинается с эскиза Сначала нужно решить, какую делать куклу Халха, Таргут, Захчин И изучить особенности соответствующего национального костюма Затем только приступать к самой работе А что касается аксессуаров, то приходится делать самостоятельно все те мелочи Куклы из папье-маше чаще всего сувенирные Предназначенные для длительного и бережного хранения На выставке представлены экспонаты, одетые в костюмы самых разных национальностей Монголии Здесь можно увидеть такие стили, как Дариганьга, Захчин, Урианхай При изготовлении миниатюр особое внимание уделяется аксессуарам И сочетанию красок в дизайне одежды По словам автора, именно сочетание одежды и аксессуаров определяется А эти куклы сделаны по главным героям знаменитой оперы Нацагдоржа, Юнден и Насалма Все, конечно, знают их Они представляют собой типично арадскую пару и одеты соответствующим образом Особенность выставки не только куклы, одетые в одежду разных национальностей Монголии Здесь еще и различные религиозные ритуальные маски и культовые аксессуары Поражает и разнообразие экспозиции Кукла в костюме народности Узымчин, а рядом кукла наряженная в стиле хатун Нужно заметить, что вся одежда изготовлена из натуральных материалов Шелка и шерсти, а украшения из жемчуга, коралла, серебра А вот на этом, пока пустующем перестале, вскоре будет стоять августейшая пара Монгольский хан и его супруга, одеты в национально-церемониальную одежду Изготовленную также с использованием серебряных деталей На выставке множество самых разных искусно изготовленных кукол Среди них и такие знаковые фигуры монгольской истории, как Чингисхан, Буртехатан, Даян Хан, Мандухай Мудрай Кроме этого, мастер-ремесленник начала создавать галерею народных героев современности Одной из своих кукол она уже придала черты лица великого монгольского борца Неоднократного чемпиона страны Довгадоржа Как говорит автор, экспонатами выставки можно не только полюбоваться Любую понравившуюся куклу можно купить на память 28 августа, в день закрытия экспозиции Благодарю за внимание Смотрите «Середина земли» и будьте в курсе всех самых главных событий Субтитры подогнали Симон